Счастье находится в настоящее время. Например, люди в страсте думают, когда лекция закончится. Люди в невеже думают, пошел, куда нафиг вообще очками. Что-то болтает, болтает сидит. И люди в лагости и счастье на лекции. Три состояния. Люди в страсте, да я вообще не против лекции, но у меня в нем и голодный дом. Все в лагости с ребенком, все будет хорошо. Понятно, да? Человек в невеже. Да я сам лекцию лучше тебя прочитаю. Три состояния сознания. Люди в невеже, которые уже находятся в стрессе, но об этом не знают, потому что они заглушают это состояние интенсикации. Люди в страсте стремятся к стрессу, хотя не подозревают об этом. Они думают, что они стремятся к счастью. Люди в благости и живут в счастье. Есть пять чувств, которые связаны с нашей жизнью. У людей в благости преобладает чувство слуха. Они через слух достигают истину. Потому что чувство слуха питает разум и усиливает его. Оно связано с верой человека. Вера передается через звук. Поэтому люди в благости, те, которые развивают разум, они любят молитву, они читают молитву. С помощью звука сформируют свою жизнь. Люди в благости также имеют большое значение предать активной чувствительности, потому что активное чувство тоже связано с разумом. Например, если человек ходит в грязной одежде, то разум входит в невежество. Если человек ходит в чистой одежде, то разум обретает чистоту и силу. Если человек рядом с кьяном человеком стоит, то благостный человек отодвигается. Страстный толкает кого? А невежественному по барабану, пьяной на время. Ну то есть невежественный человек к активному чувству не придает значения. Он не моется, не увоняет. Благостный человек моется каждый день. Он содержит свое тело в чистоте. Страстный человек душится духами, то есть придает иллюзию чисты. Не, ну, благостный тоже душится, но на чистое тело. В разницу. Тактильное чувство связано с сексом. Секс – это тактильное чувство. Благостный человек, он придает этому очень важное значение и не занимается сексом с человеком попалом. Страстный, позволяет себе ульнуть. А невежественному все равно, то есть он делает как хочет, живет как хочет в этом плане. Следующее чувство – это чувство зрения. Имейте в виду, что вы говорите не про глаза и не про уши. Чувство слуха остается с человека после выхода из тонкого тела. Человек слышит, несмотря на то, что уши остались здесь. Есть чувство слуха, а есть орган слуха. Ордан слуха имеет другую природу. Чувство слуха принадлежит уму, тонкому телу ума. Именно тонкое тело ума наполняет ухо, способность услышать. А если уха нет, то человек с помощью силы ума может развить себе способность слышать даже без уха. И человек с помощью концентрации, энергии ума, сильной энергией ума способен развить себе зрение даже без глаз. Так, Ганг, Ванга, например, видела без глаз. Абсолютно точно установлено, что она не по глазу на теле. Она описывала не только человека, который приходил к ней, а также описывала всю его жизнь. Потому что он видит гораздо больше, чем глаз. Так как чувство зрения принадлежит уму, но если человек начинает видеть умом, а не глазами, то он начинает видеть психику человека, начинает видеть его болезни и так далее. Понятно, да? Таких людей называют видящими. Но все, в принципе, видящие. Кроме тех, кто не видит, да? Но есть еще те, которые видят умом, а не глазами. Это редкий случай. Это надо сделать. Чувство зрения принадлежит уму. И глаза — это зеркало характера человека. То есть по глазам можно определить стресс, если человек находится или нет. И какой у него характер можно почувствовать по глазам. Следующее чувство — это чувство вкуса. Оно связано с психической энергией человека и с правом. Поэтому, когда человек идет и ест вкусную пищу для себя, он наполняется силой. Но вкусная пища может быть в благости, в страсти и в невежестве. Потому что вкусная означает дающая силу. Если человек живет в невежестве, ему нравится невежественная пища, и он ей наполняется. Она при этом разрушает его здоровье. Если человек живет в благости, ему нравится влагостной пище, которая дает ему здоровье. Если человек живет в страсти, ему нравится в страстной пище. Поэтому само чувство, что ему нравится, наполняется силой. Дает силу человеку. Но не факт, что приводит к здоровью. Поэтому иногда, для того, чтобы перевоспитать человека, они дают диету, которая не вкусна. Он видит это невкусно, но это приводит к здоровью и меняет характер. Понятно, да? И так чувство вкуса дает человеку силу жить. Но оно слепое. Если уж говорить о самосохранении, то есть такое чувство, которое вызывается чувством обоняния. Нюхайте. Так вот, знаете, что именно чувство обоняния дает человеку возможность выжить. Оно связано с другом делом. Видите, каждое чувство с чертой связано. Чувство слуха с разумом. Так видное чувство и с умом, и с разумом. Чувство зрения с умом. Не по глазам мы судим человека, а по его поступкам и словам. Понимаете? Взгляд не всегда отражает личность. Звук отражает. Потому что человек может действовать ряющим мыслью и действием. Три способа действовать. Все эти три способа принадлежат разуму. Разум действий, ум думает. Мыслью можно действовать, можно просто оттуда нужно. Чувство вкуса принадлежит правильную психическую энергию. Мы наполняемся силой. Это кушаем вкусную пищу. И чувство осезания, чувство поняния, нюхания, оно принадлежит грубому телу. Поэтому для здоровья нужно нюхать, что ты ешь. То есть животные сначала нюхают, а потом едят. А люди сначала едят, а потом нюхают. Если воняет. Все наоборот. Я проводил эксперименты. Если у кого-то распрыгает нос, она пересвет есть. А если открывать нос, она ест. То, что? Она нюхает. Если ей не нравится, она не ест. Знаете, что синильная кислота на вкус сладкая. Сладкая. И приводит к смерти мгновенно человеку. А на запах она пахнет смертью. Ее если человек проникал, есть и в жизни не будет. Вот продукт отравлен кислотой осенения. Как определить? По запаху. Как определить, что пища недоброкачественная, ее нельзя есть. Она плохо пахнет. Но если человек выбирает вкус, он говорит, а мне нравится. Вкусная. Допустим, рыбка протухла, но ему нравится сама рыбка. Что это вот рыбка, ему нравится. И он думает, блин, все равно съедет. И он ест и едет в больницу потом. Почему? Потому что он поставил чувство вкуса выше чувства запаха. Но даже собака так никогда не делает обычное. Ее не заставишь есть, чтобы плохо пахнет. Так вот кровь и природа. Человек должен до этого дойти с помощью разума. Поэтому, когда вы тушите что-то новенькое или непонятное, лучше понюхать сначала. Как определить продукт вообще приходит для пищи? Хорошие у них свойства или плохое. Допустим, взять лужи, вы добавляете к клепку. Но сначала понюхайте. Предлагаю вам. Все произноется в сравнении. Берите пачку крышей, нюхайте, идите по квартире. И когда вы дойдете до туалета, вы почувствуете похожий запах. В сравнении. В туалете понюхали люди, пачку крышей. Похожие. Но в туалете находится то, что нельзя есть. Так, можно определить, что дрожжи – это не самый лучший вариант питания. Ну, так, морских. Итак, есть пять чувств. Они связывают нас с объектами счастья и приносят счастье и страдания. Допустим, если мне кто-то нравится, мы-то не приносят счастье. Если мне не нравится, я испытываю страдания. Музыка, объекты какие-то, зрительные, вкус. Все это связано с умом. Счастье и страдания. Счастье и страдания. Он из-за того выбирает счастье. Он хочет счастье. И поэтому он ищет, где счастье. Парка притекает в жизни. Но ощущение счастья не всегда связано с тем, что разум хочет. Допустим, девушка понравилась какая-то, а я жена. Чувство зрения, как и говорили, девушка красивая, иди знакомиться. А разум говорит, слушай, дурак, у тебя уже будет детей. Разум, он говорит. Ты чё? Понимаете? Иногда чувство желания счастья вступает в конфликт с разумом. Если победа и ждает желания, ни разум, что когда наступает? Страдания наступают. Причем человек сначала не догадывается, что у него страдания наступают. Потому что чувство счастья затуманивает человека. Чувство счастья может ввести в иллюзию. Ощущение счастья, какое-то ложное, может ввести в иллюзию. И он, в сказании полного вдовлетворения, говорит своей жене. Прощай. Со всех вокзалов поездам уходят дальние края. Прощай, прощай. Мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай. И ничего не говори, и ничего не обещай. А чтоб понять, маленький человек, густой в небо посмотри. Понятная система, да? И это состояние называется по-русски «сорвало крышу». Ну, то есть, человек теряет разум. Чувство, сильное чувство, приводящее к счастью, сильное счастье дающее, вызывает от человека побили разум. Говорит, спился, влюбился, пропал на рыбалке, на охоте. Разум пропал в казино, сильное чувство, азарт – это сильное чувство. Охота – сильное чувство. Выпивка – сильное чувство. Влюбленность – сильное чувство. Любое сильное чувство приводит к тому, что человек теряет себя. Он перестает понимать, как он раньше живет. Все это для него как в тумане становится. Ему хочется чего-нибудь новенького. И он стремится к этому всей силой. Таким образом, человек постепенно приводит себя к стрессу. Потому что в какой-то момент он все равно поймет, что он потерял, осознает конечный счет. Будет плакать, когда это своих детям, когда они будут в жизни. И, может быть, через много лет, которых он бросил, когда они. И так, мы с вами немножко поговорили о тонком деле, о психике человека, о уме, разуме, понимании себя как личности, психической энергии, чувствах. И теперь поговорим о более глубоких вещах. В нашей психике есть центры. Вот здесь вот центры. Там находится душа. И там же находится центр румана. Душа – это такая искорка, сотканная из желания жить. Из желания счастья и знаний. Эта искорка наполняет желанием всю нашу судьбу, всю нашу жизнь. Но она окружена определенным шариком. Этот шарик на санскрите называется «Мог Абхава». То есть этот шарик, через призму которого душа смотрит на мир. И этот шарик называется «Клубинный памятник человека», то есть судьбой. В Ведах описано, что есть такой подмажание его супра, произведение, в котором великий мудрец подмажали, описывает образно, как устроен центр румана. Вот здесь вот, по зону, как устроена. Он его сравнивает с озером. Он говорит, озеро румана. Он сравнивает, что есть поверхность озера румана. Волны, по природности озера, волны. Волны имеют четыре категории. Первая категория – это мысли человека. Порядность нашей психики самая. Верхняя часть психики не глубокая, а порядность в мысли. Глубже мыслей находится желание. Все это с левой стороны. Поэтому у женщин мыслей и ощущения сильнее, чем у женщин. С левой стороны она находится. С левой стороны, наверное, больше женщин. С правой стороны находится воля. Человек-воля. Лешимость, способность родиться своего. С правой стороны находится в голове. А глубже находится желание. Вот, допустим, мужчина добивается отношений. А женщина думает о ней, мечтает и ждет. Так? Мужчина добивается. И стремится. Он желает отношений. Женщина ждет отношений, а мужчина желает. Желание замечает поступок. Если человек желает чего-то, он уже устремлен к этому. А если человек мечтает, это не значит, что он будет что-то делать. Есть мечты, а есть желание. Желание побуждает действию, а мечты не побуждают, а не побуждают ожидания. Да? Понимаете, да? Женская природа и энергия – это природа, и мужчина активная. Пускай природа активна. Итак, все эти мысли, желания, воля человека и чувства, они все находятся на поверхности ума. Это самая верхняя часть сознания человека. В этой верхней части мы себя осознаем. Мы чувствуем свои мысли, настроение чувствуем, эмоции чувствуем, чувствуем волю свою и желание. Я хочу напиться чаю. Самого, ребят, желание – это желание. Хочу – значит, подбегаю. Или мечты допустить. Мечта означает, что человек, чем-то думая, образы возникают. Грустка с камня снедает, и женат лишь я отхожу. Мечты. Дальше, глубже, в мысли и желании находится вода, в озере кума. Вода. И потом песок, да? Внизу песок. Эта вода делится на три слоя. Верхний самый слой называется настроением человека. Там находится настроение. У меня сегодня хорошее настроение. Ну, то есть, настроение – это что-то такое внутри, которое дает возможность что-то делать, жить, активно себя вести и посидеть. Так? Знаете, что такое настроение? Это тоже чувствуется, но уже с трудом. Иногда человек не может сказать, хорошее у меня настроение или плохое. Ну, где их надо? Средний. Ну, то есть, настроение иногда чувствуется, иногда нет. Это верхняя часть в озере ума. Дальше, интересно, идет средняя часть в озере ума. Это зона, которую нам трудно понимаем вообще. Это зона, в которой ул контролирует здоровье человека. Там находится здоровье человека. И из этой зоны иногда приходят сигналы, если нарушаются функции. Например, человек, допустим, живет нормальной жизнью и неожиданно он… У-у-у-у… Правильно, чей. И все равно не получилось. Не может покакать. И он приходит к мысли, что у него болезнь есть, запор называется. А так бы, если бы он покакал, он бы никогда этого не узнал. Ну, то есть, все, что связано с болезнями, это трудно доступно. То есть, человек узнает через боль, нарушение функции какой-то, он как бы, иногда даже не верит в это. Он говорит, а я все равно здоров. Все равно покакаю. Но не получается. Он постоянно приходит к мысли, постепенно, что он болен, и начинает пытаться уже избавиться от этой болезни, пытается лечиться. Вот, то есть, зона вот эта вот глубокая, более глубокая, средняя часть озера ума, вот этой воды, эта зона связана со здоровьем. Там наше ум контролирует здоровье. Как вы думаете, когда в жизни что-то получается, куда это сначала влияет? На волне, да, на поверхности, а если получается постоянно, там всегда приходят радости, когда их сделаешь, то глубже, да, настроение, уже на фон настроения влияет. И только потом он начинает, приятно сдавать лучше. Но если человек молится, или занимается духовной практикой, то это изнутри уже лезнет, изнутри, понимаете? То есть, у него сначала меняется судьба, самая глубокая часть, потом здоровье, а потом только настроение, изнутри все действует. То есть, события, они действуют снаружи, а внутренняя жизнь действует изнутри. Мы работаем чуть позже друг друга. Итак, смотрите, интересная вещь. Самая глубокая часть озера ума связана с событиями, потому что вообще непонятно. «Нормально? Жили же! Чего ума там?» Непонятно. Потом выясняется, что он уже полгода любил, и скрывал, и так далее, понимаете? То есть, события, вообще тайны природы любви, они приходят в нашу жизнь неожиданно. Мы это почувствовать не можем практически, если мы не занимаемся внутренней жизнью. Если человек молится, занимается медитацией, то он может почувствовать беду в своей жизни. А человек, который живет внешней жизнью и чувствует беду, она приходит неожиданно в ее жизни. Потому что беда – это самая нижняя часть нашей жизни, та, которая вообще мало-мало доступна в восприятии. Но когда человек спит, успокаивается в момент засыпания, пробуждения, оттуда тоже сигнал может прийти. Человек может почувствовать беду, когда он засыпает, пробуждается, озеро ума, оно становится спокойным, и сигналы доходят снизу. Но есть еще самая глубокая часть, или песок – это зона, где находится как раз глубинная память. Это каждое событие в жизни человека, каждый поступок, каждое желание фиксируется в этой зоне в виде скоплений определенных энергий. Каждый поступок формирует привычку. Эти привычки складываются в определенную наклонность жизни. Эти наклонности называются карма-васаны, или узелки кармы. Васана означает узелок. Эти узелки кармы, как песчинки, лежат внутри. И в результате влияния времени, а время, каждое время имеет свой характер, имейте в виду, время связано тоже с настроением, оно меняет жизнь. Вот вы, допустим, видите, что сейчас настроение жизни другое, нежели было 20 лет назад. Оно поменялось в настроении жизни. И каждое настроение жизни вызывает свои узелки кармы наружу, вытягивает их наружу. Когда узелок кармы выходит в нижнюю треть озера ума, в этот момент наступает влияние на судьбу. Вот, например, там находится песчинка кармы в этом месте. Человек сам живет, как жил, у него ничего не меняется. Но его почему-то хотят выгнать с работы. Начальник неожиданно его не любит. То есть эта песчинка влияет на кого? На тех, кто с нами связан по судьбе. На начальника, на жену, на детей. На тех людей, которые связаны с нами по судьбе. Не просто там на дядь Вася какого-то, а на тех, кто именно отвечает за нашу жизнь. На ключевых людей нашей судьбы. Так, есть тут судьба. Все, что человек сделал в своей жизни, он за это должен ответить. И это объясняет, что этот мир создан из одной лишь справедливости. Когда человек признает справедливость этого мира, то в этот момент он начинает выходить из стресса. Он признает, что так положено, что это правильно, что со мной происходит. Это важно для меня. Потому что все события, которые происходят в жизни человека, они приводят его к двум направлениям. Или к стрессу, или к знанию. Или он становится мудрым и счастливым. Или живет в стрессе, если он не хочет принимать правду жизни. Если человек принимает, что он так хорошо, это правильно для меня то, что происходит, то он успокаивается, выходит из стресса. А если не принимает, то он дальше научится. И принять очень трудно, для этого нужно знание. Зачем это все произошло со мной? Почему? А потому что я так себя вела вот с ним. Я вот тут такие поступки совершала. И это все привело к тому, что он ушел. Так мне, значит, по делу я теперь буду меняться в жизни. А если б я жила с ним ярко и не поменялась никогда, я буду меняться, стану лучше и поэтому в моей жизни стану счастливее. Ну, примерно такое чувство возникает от человека, который был правильным путем жизни. Теперь слушайте меня внимательно. То, что я сейчас буду вам говорить, это крайне сложный понятие. К крайне сложный понятие. Есть в целом две направности жизни. Одни люди считают, что в этом мире нет ни совести, ни правды, а просто есть успех. Они верят в личные способности, в личные силы успеха. Они не верят, что за какой-то поступок я буду отвечать. Допустим, если я торгую водкой, и это мне дают деньги, они считают, это правильно как жить. Чего париться? Надо жить тут как хорошо. Если я, допустим, гуляю, а в жены прикоряю, и никто не знает, то все хорошо, все нормально. Такие люди не знают, что там в сердце все фиксируется, и эта энергия также влияет на всю мою жизнь, на все события моей жизни. Что наказание главное приходит через сердце, а не через тевну или следственный орган. Поэтому, говорится, у тебя в сердце-то все спокойно. Ты вот живешь, у тебя там все спокойно, ты правильно действуешь. Или нет? И от этого дальше все зависит. Если человек вообще туда смотреть не хочет, то он живет в невежестве. Такие люди называются бессовестными, потому что они разорвали свои отношения с совестью, не хотят в совести жить. Есть люди наглые, это люди в страсти, у них может быть есть совесть, но они все равно хотят сделать по-своему, наглее. А есть люди честные, это те, которые живут по совести, они никогда не будут делать то, что сердце им подсказывает, что им надо делать. Жить по совести означает контролировать себя. Когда у человека разум сильнее, он живет по совести, когда разум слабее, он попадает под влияние желания, начинает нагреть жизнь, под себя придет. И когда человек, решая, что он будет жить как хочет, принимает такое решение и закрывает глаза на сердце свое, такой человек становится бессовестным, живет в невежестве. Люди в невежестве катаются вниз, закрытыми глазами. Они получают стресс, как когда вниз уже попадают. Пока они катятся, они не чувствуют, что что-то плохое происходит. Когда дорожки доходят, тогда чувствуют. Люди в невежестве. Люди в страсти, они не катятся вниз, но они катятся не туда, куда надо. Они не в ту сторону как бы едут. И до последнего, пока они почувствуют, что они куда-то, потом разворачиваются, начинают едут туда. А люди в плавности, они идут в своей дороге. В целом, это описано в сказках древних. Три дороги у человека есть в сказках древних. Первая дорога – счастье придешь. Вторая дорога – сидя потеряешь – это невежество. И третья дорога – коня потеряешь – страсти. Коня не живут. Когда человек живет в страсти, он неминуемо приходит к разводу. Когда человек живет в невежестве, он не грабил их неминуем. Когда человек живет в плавности, он побеждает свою судьбу. Итак, человек в плавности не попадает в стресс. Если попали в стресс, значит, вы живете неправильно. Это сто процентов. Человек в плавности, он испытывает трудности жизни, но в стресс не попадает. Стресс означает неправильное представление жизни, неправильно выбранная цель жизни. Если человек выбирает правильную цель жизни, высшую цель жизни, он даже если попадает в трудности, он и побеждает. Но если человек неправильно выбирает высшую цель жизни, результат – это всегда страдание. Есть два типа выбора цели. Первый тип – жизнь выбирает цель. Обычно это – страсть. Иногда вы вещество. Но в плавности человек всегда сам выбирает цель на основе знаний. Если целью жизни становится ребенок, то ребенок начинает нагреть. Потому что он становится центром жизни. Любой человек, который становится центром жизни, он начинает восприниматься как центром жизни. Это означает наглость, необузданность. То есть, если мать считает ребенка целью своей жизни, живет для него, то она открадывается у всех остальных. Например, у меня есть одна знакомая, когда я пришел к ней в гости, она мне сказала, Олежек, съешь, пожалуйста, яблочко, а то Володя придет, и оно пропадет. Володя, ты муж. Пропадет яблочко, а ты съешь, и не пропадет. Понимаете? А чем я говорю? Женщики. Честно? Честно? То есть, для нее веки цель жизни. А Володя уже за бактоном оказалась. И Володя по цветанию не успелся, и умер от пьянства. Результат ее супруги. Это женщины. Результат какого ушей. Володя оказался за бортом жизни. Понимаете? Потому что счастья-то нет. Он встал на второй план. Бывает часто так, что женщина просто забеременела, а муж ее уже бросает. Почему? Потому что, когда женщина беременена, от кого у женщины больше счастья приходит в жизнь? От детей или от мужчины? Кто считает от мужчин до мертвых? А кто считает от детей? Так вот, знаете, что счастье у женщины больше возникает от детей. А мужчина-то тот, кто дает счастье. Понимаете? Это кошелек счастья в мужчине. Он дает деньги, он дает детей, квартиры. Знаете, сколько мужчин может сказать? И мужик, сколько радостей в жизни будет? А? Все радости в жизни для женщины, сколько у мужчины это и получается. Блин, ну вот так и получается. Но женщина эксплуатирует мужчину. То есть она не воспринимает его как счастье. Она воспринимает счастье деньги, квартиру и детей. Боже, что для нее счастье. А мужчина это то, что надо отжимать. Дает. Но знание дает женщине возможность понять, что счастье для нее это мужчина. Время, возраст дает такое знание. Что дети появились, ушли из жизни. Деньги появились, ушли, а мужик остался. Если правильно относилась к ним. Ну вот представьте, женщина забременела, а ребенок дает огромную энергию счастья в женской психике. Огромную энергию счастья. И она это счастье почувствовала и все. Она ходит, чувствует, что там. Ей все остальное по барабану. Кстати, муж, мужчина, он получает энергию любви от женщин, от жены. Энергия любви не поступает. Богу он молиться еще не научился. Энергия любви кончилась. Кончилась энергия любви, потому что ребенок появился. Женщина скритощена ребенке, еще даже временно, еще не родила. Уже скритощена ребенке. Муж по барабану. Что происходит? Вот что происходит. Бюдж Water Дмитрий Нар Commentary Правильно, я всёbrandю синт住. А на принципе тем более, вообще, �越ать ну и аль spring-бал 3 Так женщина с часами. И муж говорит, понимаете, в чем мы живем вообще? Мы живем в год для ребенка. Понял, нет? Работаем для него, все для него. А он думал, что для него живут. Поменялась, жизнь поменялась, мужика резкая. Кажется, не для него все было. Обман какой-то. Видите, когда цель жизни выбирается от событий, то она разрушает жизнь. Допустим, мы живем в квартире, работаем в квартире. Женщина вышла замуж, она думала, что мы друг от друга живем, служим, заботимся. Оказывается, мы работаем на квартиру. Или мужчина так думает, потому что квартира чаще всего жена женщине нужна. Женщина, она испытывает счастье от пространства, от территории, а мужчина от обладания, от возможностей жизни. Допустим, мужчине важны возможности, власть, деньги, ему он чувствует счастье от этого. А женщина, она контролирует территорию. Говорят, что 40 мужчин могут в одну квартире без проблем жить спокойно. Ну, в казарме, допустим, салбедата там. Живут нормально. Но даже две женщины в одной квартире жить не могут. Они с ума сойдут. Потому что каждый контролирует территорию. Одна все расставила так, другая пришла, все расставила вот так. И там приходит, блин, что такое? Я что, потому что порядок не делаю. Она говорит, что напортачила? Она говорит, я не напортачила, я порядок не делаю. Начинается скандал, потому что невносимо становится. Женщины вместе живут, могут так нарукаться, что они становятся врагами на всю жизнь. И контролируют территорию. Но женщине нужна территория. Поэтому мама требует прихватила. Ее, подконтролируемая территория моя. И дальше, когда мужчина думает, сейчас купим квартиру, я ее расставлю. Как бы не так. Мужчина расставил, что-то там пошел на работу, приходит, все по сторонам. Но это да. Потому что в парфире все имеет женскую природу. Обои флажками в парфире или пушечками? Нет. Обои в парфире цветочками. Женские нет. Шторки? Прямыми линиями? Нет. Нет. Какие линии? Женские. Кровать такая. Как раз, у меня. Мягкая, женская, да? И все в парфире имеет женскую природу. Все осознано из-за женской энергии в парфире. Под женщину. Вот какой цветочек обои, которым нравится жизнь? А кроватка какая? Как мягкая, жене. Понимаете? Все имеет женскую природу в парфире. А мужчина там что делает, у такого человека? Спит. Спит, правильно? И ест. Он отдыхает в парфире. Когда все по-женски создано в парфире, мужчина приходит и отдыхает за счет этой энергии, которая излучает женщину на удовлетворении, любви и счастья. Она излучает эту энергию, и мужчина отдыхает в ней. Ему хорошо. Понятная система? Поэтому женщина очень сильно приказана, чтобы не была этой своей энергией тази. и она может говорить «Вперед!». Рука зовет. И он «Смело мы выходим, бороться за ЭТО». И если ЭТО требует очень сильной борьбы, то они забывают про счастье уже, и парфируют за целый день. Когда человек входит в зону страсти, он теряет полностью счастье из своей жизни, теряет себя. Смотрите, как это происходит. Человеку положено для счастья — определенное время уделять детям, определенное время здоровью, определенно время друзьям, духовной практике, самосознания, определенное время отпуску, определенное время друг к другу в отношениях , нужно уделять обязательно, определенное время пищи и наличие нужно уделять. И все это сделает человеческую жизнь гармоничнее. Но когда человек зарабатывает на квартиру, время отдыха сокращается, время питания сокращается, время отношений сокращается, время на здоровье уделяется меньше, время на всём, на всю жизнь уделяется меньше. То есть человек перестает жить, он только работает на будущую квартиру. Когда люди так живут какое-то долгое время, 5-6 лет, значит, что происходит? Интересный момент. Они перестают испытывать возможность жить друг к другу, они просто расходятся, и сами не могут себе это объяснить, у них пропадает упор, у них как-то отращение друг к другу развивается, они не могут уже так жить. Но есть ещё один более интересный феномен, что когда цель жизни выбрана неправильно, и люди упакиваются ради этой квартиры, а потом, когда они достигают этой квартиры, вот тогда они и разводятся. Начинают сильно ругаться, почему? Потому что они ждали одно, а получают другое. И эта квартира не может располнить те усилия, которые они запрятили в жизни. И в результате возникает разочарование, даже несмотря на то, что они цель достигли. Понимаете, о чём я говорю? Это страшные вещи. Человеку вроде добили своего, вроде только надо жить часто начинать, а человек уже хочет любви, он уже так искащён, и он говорит, слушай, я с тобой жить не буду, я бы другая нравится. И он с тобой сделать ничего не может. Почему? Потому что ему нужно счастье, он очень долго работал. А она не может ему счастье дать, потому что она тоже очень долго работала. А без счастья человек жить не может. Искать и разрушать себя. Продолжение следует... Продолжение следует...